Может ли армия, убивающая мирных белорусских граждан, называться белорусской? Против кого направят оружие белорусские генералы в случае российской агрессии в отношении нашей Родины? Почему на ключевых постах белорусской армии находятся выходцы из России и тесно связанные с восточным соседом местные ренегаты? Приветствую, друзья! Я Олег Толерчик, в прошлом сотрудник Генеральной прокуратуры. Стал на сторону правды и белорусского народа. А теперь в рядах Байпола приближаю реализацию мобилизационного плана Перамога. С планом Перамога мы вместе вернем закон и правопорядок в нашу родную Беларусь, а также защитим ее суверенитет и независимость. Присоединяйтесь к Перамоге, для чего пройдите анонимную и безопасную регистрацию в нашем чатботе. А сегодня мы с вами поговорим о русском мире в белорусских погонах. Немного предыстории. Некоторое время назад в распоряжение Байпол поступили документы, раскрывающие структуру и состав главной спецслужбы Министерства обороны Беларуси и одновременно Центрального органа внешней разведки нашей страны, Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, сокращенно ГРУ. 9 февраля на нашем телеграм-канале мы рассказали про так называемый 9 отдел ГРУ, диверсионное подразделение, в круг задач которого входит в том числе проведение специальных операций по устранению политических оппонентов режима Лукашенко за рубежом. Текст указанной публикации об истории создания данного спецподразделения, методики подготовки его бойцов вы найдете по ссылке в описании. Сегодня мы хотим вернуться к данной теме. Ни для кого не секрет, что главной угрозой к суверенитету и независимости нашей страны является режим Лукашенко, узурпировавший и незаконно удерживающий власть в Беларуси с помощью насилия против белорусского народа. Не виданный со времен сталинских чисток и гитлеровской оккупации масштаб репрессий стал возможен во многом из-за того, что и руководители правоохранительных органов, и высшее командование вооруженных сил не только не препятствовали узурпации власти диктаторской кликой, но и поддержали предателей Беларуси. Именно поэтому мы, представители Байпол, верные клятве, данные нами нашему народу, не можем стоять в стороне и вновь приоткрываем завесу тайны с материалов, затрагивающих вопросы национальной безопасности. Высшее армейское руководство действовало не только вопреки задачам, стоящим в мирное время перед вооруженными силами, но и нарушило военную присягу быть верным своему народу и свято соблюдать Конституцию, покрыв себя несмываемым позором. Более того, открыто и с оружием в руках выступило против народа Беларуси и, что самое ужасное, пролило кровь. 11 августа прошлого года был убит 44-летний житель Бреста Геннадий Шутов, отец пятерых детей, младшему из которых было всего три года, был хладнокровно застрелен в худших традициях НКВД. Из стабельного пистолета, выстрелом в затылок. Убийца – военнослужащий войсковой части 89-417 из Марьиной Горки, уроженец Барановичей, капитан Гаврилов Роман Валерьевич. Получил преступный приказ от командования силами специальных операций генерал-майора Денисенко Вадима Ивановича. Позже Гаврилов предстал в суде, но в неожиданном качестве, потерпевшего. А убитый им Геннадий Шутов в роли обвиняемого. Да-да, вы не ослышались? Обвиняемого. Дело в том, что в нашем государстве с сентября 2017 года, благодаря Конституционному суду и лично его председателю Петру Миклашевичу, продавившему внесение соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, даже умерший гражданин Республики Беларусь может предстать перед судом в качестве обвиняемого по уголовному делу. Это еще один яркий пример отношения антинародного режима Лукашенко к вековым традициям наших предков. О мертвых или хорошо, или ничего. Во время суда над убитым Геннадием Шутовым, среди прочего, впервые открыто прозвучала информация о том, что к военным операциям против мирного гражданского населения военнослужащие привлекались и ранее, по крайней мере с июня. Так чьи же интересы блюдут в своей службе высшие военачальники Белорусской армии? Одни из них ратуют за интересы Российской Федерации, как наследницы развалившейся Советской империи. Другие – за личные интересы своего колхозного хозяина, диктатора. Но никто из них не выступает, собственно, за белорусский народ, главный национальный интерес которого – жить свободно и быть полновластным хозяином на своей земле. Думает ли вообще об интересах белорусов действующий министр обороны нашей страны генерал-лейтенант Хренин Виктор Геннадьевич, выпускник российских Уссурийского-Суворовского военного училища, а затем Омского высшего командного училища имени Фрунта? Последний, кстати, этот любитель водки и генеральских лампас окончил в 1992 году, уже во времена независимой Белоруссии. Ложится ли спать и встает ли с мыслью о независимости нашей страны? Уроженец российской Казани, действующий госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь и до недавнего времени начальник генерального штаба генерал-лейтенант Вольфович Александр Григорьевич? В чем секрет его верноподданства своему почти полному тезке – диктатору Лукашенко? Уж не в том ли, что выпросил для своего младшего брата Дмитрия белорусское гражданство? Возможность второй раз принять военную присягу формально на верность белорусскому народу, а также сытную армейскую должность? Это сегодня Дмитрий Вольфович, заместитель военного комиссара Витебской области и начальник направления территориальной обороны. А в далеком 1994-м это был российский военнослужащий, гвардии-лейтенант Кантемировской дивизии, завербованный за 6 миллионов российских рублей Федеральной службой контрразведки РФ, предшественницей нынешнего ФСБ для выполнения нелегальной войсковой операции и попавшей в чеченский плен. Именно старший брат занимался вызволением этого диверсанта, а позже ходатайствовал за него перед Лукашенко. Давайте вспомним немного историю и послушаем, что сподвигло офицера Дмитрия Вольфовича на участие в первой чеченской кампании. Пока только двое из попавших в плен во время штурма Грозного вернулись вчера домой. Как сложится судьба остальных? Хотелось бы верить, что здравый смысл все же возобладает, остудив горячие головы участников конфликта. Благодаря, в принципе, гуманному жесту президента Дудаева, надо прямо сказать, потому что там совет старейшин был против. Представитель ФСК заключил контракт на подготовку техники и совершение марша и захвата города Грозного. Были группа с Кантемировской дивизии, группа с Курсов выстрел. Несколько человек было с Таманской дивизии. Вы по приказу шли или что там одещали? Денежные выстрелы шли, брать. Пожалуйста. Шесть миллионов. Я сдался сам. Сдал? Да. После того, как подбили там, в районе телецентра, мы тремя экипажами, увидев, что нас подставили, просто нам говорили совсем противоположными. Министерство обороны полностью отреклось от этих людей и от других их товарищей, заявив, что таковых службы действительно в вооруженных силах не числится. А может, стоит спросить о верности интересам суверенной Беларуси у бывшего сослуживца Хренина по западному военному округу, а теперь начальника главного управления Генштаба вооруженных сил Беларуси, генерал-майора Косыгина Руслана Анатольевича? В 2014 году этот уроженец украинского Крыма открыто приветствовал российскую оккупацию полуострова и делал это нынешний главный военный разведчик страны, размещая фотографии с комментарием на своей страничке в «Одноклассниках». Вот он приветствует вторжение российских войск на украинский полуостров. А вот он в августе 2014 уже как турист приехал поддержать русский мир в родном Гурзуфе. Но самое интересное в этой фотогалерее то, что в феврале-марте 2014, то есть в разгар событий по аннексии Крыма, уроженец данного полуострова, полковник Генштаба вооруженных сил Республики Беларусь Косыгин выполнял некую загадочную работу в Генштабе вооруженных сил Российской Федерации. Отметим, что после августовской поездки в оккупированной России Крым и началось восхождение Косыгина по карьерной лестнице. Уже в сентябре 2014 он получил должность начальника информационно-аналитического управления Генштаба Беларуси. И дальше только лучше. А теперь задайте себе вопрос. Станет ли ватник и адепт русского мира Косыгин, возглавляющий сегодня главное разведывательное спецподразделение нашей страны, грудью за Беларусь, если к нам заявятся зеленые человечки Кремля? И да, при этом Байпол доподлинно известно, что Косыгин умышленно дезинформирует диктатора и его Совет Безопасности о якобы ежеминутном нарастании военной угрозы для независимой Беларуси со стороны, правильно, западных стран. Учитывая катастрофическое положение дел в кадровой политике современной беларусской армии и одновременную активизацию усилий Кремля по окончательной ликвидации национальной, экономической и политической самостоятельности Беларуси, мы вынуждены рассказываем некоторые аспекты функционирования главной псевдо-белорусской военной спецслужбы нашей страны. Итак, главное разведывательное управление в структуре вооруженных сил Республики Беларусь значится как войсковая часть 144-75 и располагается по адресу город Минск, улица Грушевская, 22. Гру на Грушевской. Пожалуй, это потолок отечественного конспиративного гения эпохи Лукашенко. Вот он, этот комплекс зданий за характерным забором с колючей проволокой. Прямо напротив здания московского РУВД города Минска. Именно сюда каждый день прибывают на службу военные разведчики. Тут же расположены и отдельные структурные подразделения групп. Например, управление зарубежной информацией и коммуникацией. Или по-иному, войсковая часть 45-523. А до декабря 16-го войсковая часть 64-117. Чем же она нам так интересна, спросите вы. А тем, что именно в этой части проходят службу все военные аташе по вопросам обороны при посольствах Республики Беларусь по всему миру. А также официальные военные представители нашей страны в международных организациях. То есть те разведчики, которые под прикрытием дипломатической миссии открыто въезжают на территорию иностранных государств. И это сплошь полковники и подполковники. Начальник данного управления и командир части, уроженец опять же российской Казани, полковник Валюк Станислав Михайлович. Вы спросите, а почему именно в ГРУ проходят службу военные аташе при белорусских посольствах? Давайте взглянем на послужные списки военнослужащих войсковой части 455-23. Полковник Клименков Игорь Михайлович, аташе по вопросам обороны при нашем посольстве в Германии, а по совместительству и в Швейцарии. Родился 26 января 1966 года в городе Веймер. Это, кстати, Германия. После окончания в 1987 году Орджоникизовского высшего общевойскового командного училища в Северной Осетии служил в военной разведке. В 2009 окончил с отличием военную академию генштаба вооруженных сил Российской Федерации. И уже затем собственно удавшаяся часть белорусской биографии. Сначала первый заместитель групп генштаба вооруженных сил Беларуси, ну а затем и военные аташе. Из Германии и Швейцарии перенесемся в куда более дружественный диктатор Лукашенко Катар. Тут с августа прошлого года в качестве аташе по вопросам обороны при Белорусском посольстве числится полковник Кутаев Андрей Витальевич. Родился 8 марта 1970-го. Кстати, в Минске. Ну хоть кто-то. Впрочем, за плечами у Кутаева опять та же Россия. Учеба в Рязанском высшем военно-десантном командном училище и затем 10 лет на командных должностях войсковой части 89-417, более известный как 5-я Марьиногорская бригада, главный военный спецназ Беларуси. И опять Россия. В 2006-м Кутаев с отличием оканчивает военно-дипломатическую академию Министерства обороны Российской Федерации, где в совершенстве овладевает английским и арабским языками. Навыки последнего, кстати, еще до Катара в 2008-12-х годах успевает отточить на аналогичной должности в не менее близких для личного кармана диктатора Лукашенко Объединенных Арабских Эмиратах. Но самым важным и интересным военной биографией полковника Кутаева является все-таки не его владение языком на службе у Лукашенко. На протяжении более 7 лет, с февраля 13 по август 20, именно Кутаев командовал, пожалуй, самой закрытой войсковой частью вооруженных сил Беларуси. 117-09, до декабря 2016 года, носивший номер 518-86. Это самая закрытая часть и есть тот самый пресловутый 9-й отдел ГРУ, на базе которого в 2014 году и было создано диверсионное спецподразделение по ликвидации политических оппонентов режима Лукашенко за рубежом. Инициатива создания этого отдела убийц принадлежит тогда еще начальнику генштаба, первому заместителю министра обороны Беларуси, а сегодня председателю постоянной комиссии по национальной безопасности Нижней палаты парламента нашей страны, генерал-майору Белоконеву Олегу Алексеевичу. Уроженец Приморского края России, кстати. В своей февральской публикации мы указывали, что каждый военнослужащий 9-го отдела ГРУ проходит обучение на военно-дипломатическом факультете, военной академии или в Институте национальной безопасности КГБ Беларуси, где слушатели живут и обучаются на отдельном закрытом этаже и к их обучению имеет доступ ограниченный круг преподавателей. Кроме указанных учебных заведений, обучение военнослужащего данного спецподразделения осуществляется также и в специализированных военных вузах Российской Федерации. Срок обучения составляет 3 года. За это время слушатель в совершенстве осваивает 2 иностранных языка. Как правило, первый – это английский, а второй – польский, либо литовский, а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы в спецподразделении его бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку, спортивные парашюты, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях. Информацию о квалификационных требованиях к военнослужащим 9-го отдела ГРУ подтверждает послужной список командира так называемой группы ликвидации подполковника Кривоноса Олега Олеговича. Родился Кривонос 29 октября 1986 года в Борисове. После окончания в 2009 году военной академии Республики Беларусь проходил военную службу на должностях командира взвода, затем командиры группы специального назначения, затем офицера-инструктора водолаза, разведывательные группы особого отряда специального назначения и, наконец, командира разведывательной группы водолаза особого отряда специального назначения отдельной бригады специального назначения вооруженных сил Республики Беларусь. А теперь, внимание! С августа 2015 по июнь 2018 спецназовец Кривонос являлся слушателем военно-дипломатического, или как он сегодня именуется, 12-го факультета Военной Академии Республики Беларусь. И после его окончания сразу был переведен на службу старшим офицером в войсковую часть 117-09. Да-да, в тот самый 9-й отдел групп, созданный в том числе для политических убийств именем Лукашенко за границей. Об уровне подготовки водолазов-разведчиков 5-й отдельной бригады специального назначения, она же войсковая часть 89-417, в которой с 2009 по 2015 получал навыки диверсионной работы подполковник Кривонос, а в свое время также и полковник Кутаев, можно почитать на официальном сайте Министерства обороны Республики Беларусь. Но это после. А сейчас ответьте себе на один простой вопрос. Зачем в такой тренированной машине для убийства, как инструктору-водолазу-разведчиков Кривоносу, военно-дипломатическое образование? И для выполнения каких задач после его получения он был переведен в ГРУ? Прямо сейчас вы видите полные имена и фамилии военнослужащих, входящих в группу подполковника Кривоноса. Где же дислоцируется этот зловещий 9-й отдел ГРУ? И кто им командует после отъезда полковника Кутаева на дипломатическую работу в Катару? И тут сюрприз для многих жителей Минского микрорайона Масюковщина. Указанная войсковая часть располагается по адресу. Улица Лынькова, 73. Вот она на интернет-картах. Командир части Лавшук Сергей Сергеевич. Кроме столицы, 9-й отдел ГРУ имеет и свои так называемые филиалы в регионах, или на профессиональном языке, военно-технические пункты. Это войсковая часть 173-48 дислоцируется в Бресте по улице Карла Маркса, 62, и войсковая часть 224-10 дислоцируется в Гродно по улице Красноармейской, 61. Посмотрим с помощью интернет-карт и на них. Вы спросите, а почему именно Гродно и Брест? Почему исключительно западная граница нашей Родины? Чьи на самом деле интересы призваны защищать белорусская военная разведка? Ответы предлагаем искать в бреду диктатора, о готовности косьми лечь под натовские танки, закрывая собой Москву. Ну и выведем из тени еще одного командира, имеющего отношение к ГРУ. Это начальник 12-го факультета Военной Академии Республики Беларусь, полковник Жуков Дмитрий Валерьевич. Родился 14 февраля 1972 года в столице Азербайджана, городе Баку. Именно этот офицер отвечает сегодня за то самое военно-дипломатическое образование военнослужащих структурных подразделений ГРУ и в силу занимаемой должности знаком с личными делами всех разведчиков. В завершение сегодня хотим обратиться к действующим военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь. Тем из них, кто еще не осознал, в чем действительно заключается измена Родины. Предательство – это когда ты выступаешь против своего народа, частью которого ты являешься. Когда преступный приказ командира для тебя важнее клятвенных слов твоей присяги. Когда по случаю профессионального торжества ты поднимаешь тост за эфемерное отечество, а не за родную Беларусь, за главнокомандующего, а не за наш народ. Так поступают только предатели. Поэтому определитесь, наконец, кем вы являетесь по жизни. Наемниками, которые за денежное довольствие бездумно служат исключительно одному человеку и его личным интересам. К тому, кто вернул фашизм на нашу землю и фактически превратил ее в концлагерь. Или люди чести и верные сыновья своей земли – Беларуси. Присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога. Станьте на защиту своего народа. Мы можем все изменить. Живе, Беларусь! Присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога.